В недавнем прошлом, как говорят психологи, и мы с вами это знаем, человека оценивали по положению, по одежке, по образованию, по тому, сколько у него денег, по тому, как он одет, по тому, профессор он или нет. Я думаю, что люди научатся видеть сквозь материю и не обращать внимание на то, что на человеке одето, какая у него ручка торчит в кармане или часы. Они не будут смотреть на то, что он даже может быть какой-то большой профессор или там еще кто-то. Они будут смотреть на то, а какой толк нам от него, как от человека. Вот что он может дать нашему обществу, то, что обществу надо. Что он вносит туда? Человек вносит в общество пользу в том, что он объясняет обществу, каким образом можно еще продвинуться в объединении, вперед. И тогда действительно будет понятно, какую пользу он приносит. Он увидит, что иначе не проживем, иначе не вытянем, иначе не сможем выжить. Это должно быть понятно. Человек, который это показывает, демонстрирует всему обществу, он будет необходим обществу. И его в соответствии с этим будет общество ценить. Мы перенесем большие-большие проблемы, но я думаю, что человечество очень быстро садаптируется. Вот сейчас у меня появляется такая надежда. Я думаю, что человечество пойдет хорошим путем, не путем разрушений и войн. И цениться будет человек отдающий, человек объединяющий, человек объясняющий, человек ведущий, толкающий. И в итоге мы быстро окажемся в правильном мире. К единству, да? И исключительно? Обязательно. Только к единству. Ничего больше не надо. Творец не может. Высшая сила, единая сила природы не может облачиться во что-то ограниченное, конкретное. Он должен иметь под собой абсолютную подложку. И в ней раскрыться. Абсолютная подложка это единое человечество. Единая душа, да.